Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, да, решающий шестой матч финала Дубка Галякова. И ЦСКА не имеет права на ошибку, но в такой ситуации как раз Металопа и того же самые опытные именно в этом флоу. Поскольку уже были ситуации, когда вот на восьмой финала Металопедлиста выиграет на шестом матча. Сделал передачу на чистый лёд, разгоняется Данис Зарипов. Зарипов мог сюда через защитника так и поступил Радов. Открыт по центру, на голову ходит один на один, но не совсем один на один. Еще не принимает участие Ямансан. Мощный замат, Шаубов не доходит Окошечкина, Киселевич, Киселевич и Шауба в ворота! Киселевич набрасывает то, что делали весь первый перед началом и то, на что заточится ЦСКА. Наброс на ворота, а там бодрые-бодрые работают на педагоге. Очень плохий трафик был перед воротами, и несильный бросок Киселевич и Набинков оказывал воздействие, влиял на результат. Бросок Сёмина, сколько начала Магнитогорск приходить в себя, и создает опасный момент Филиппе бросает мальчику Сороке. Продолжается атака, Вольские устрицами славится Париж. А мы в Магнитогорске, но может не всегда, кто-то не знает, что такое улика. Бросок! И вот сейчас Андромов мог послать вторую шагу в ворота Кошечкин. Остановить телекинку, это сделал Радулов. Радулов бьется в ворота. Иосиф Коба, кстати, присутствует на матче. Она здесь по своим служебным делам была, но задержалась для того, чтобы посмотреть на то, как Александр Радулов делает передачу на Ивана Телегина, и ЦСКА усугубляет свое преимущество 2-0. В очередной раз ЦСКА выигрывает борьбу у города, и Александр Радулов от прекрасной передачи отдаёт на Ивана Телегина, который забивает свой третий гол. И еще полосы, скрытый пас, Радулов на Певцакина. Певцакин врубается, переглазив, переглазив действует по всей площадке, Сорокин наплывает шаги. Мастеровитые ребята, они требуют, чтобы светлая была голова не загружена какими-то схемами, и вполне возможно, шагу. И выход 1 на 1 Юнькова! Юньков не смог переиграть Кошечкина. Армейцы выходы 1-0. Вот я заметил, Радулов не раскатывается. Радулов не раскатывается, стоит на синей линии, продолжается атака. Бросок Столеровым. Что касается большинства, как раз Радулов, поэтому и выход со Столеровым и с любимым, поскольку те могут набрать скорость. Свежие игроки, и кто лежит. Давайте посмотрим. И вот с этого ракурса Дак Вселенщина попадает уже в голову, мы должны вбирать в другой проекции, рассмотреть этот игрок. Да, удар в голову был 100%. Попал, другой вопрос, почему возникают такие моменты. Но и очень много в этом сезоне. Как раз-таки Сосовы по 17 силовых приемов сделали за этой серией. И поэтому сейчас какое-то, может быть, психологическое такое звено, которое будет стараться играть агрессивно именно в силовой борьбе. Радулов с Димкиным поговорили о жизни. Многие друг друга объяснили. И возникает драка. Вот это положение Осова против Сергеева. И теперь, кто хочет выяснить отношения с Радуловым. Несколько у нас стычек на площадке в Могнитогорсе в шестом матче. Эмоции вышли из-под контроля. Нет, Радулов с Димкиным не будет драться. А вот Осова с Сергеевым повязали друг друга. Гормишался Орбита. И один разнял двух безоттеров. Получается большинство магнитки. Солен попал под раздачу. И в церковь его. И ударил его. И сейчас четвером атакует магнитка. Но создает очень опасный момент. Луков разворачивается. Шага на ребре находилась. Мазякин резко давал по тормозам. Передача по бросок. Сетка в колхоз, да только с внешней стороны. Поначалу встречу дают. Не попал здесь Антихин. Хороший момент был. После передачи Мазякина продолжает просмотку того, что Русской в его зоне. И неожиданно шага оказывается у Даковской. Почищен Токачок. В нужной точке возник Филиппе. Даковская мощный замах. Подправление. Заехал на Филиппе. Филипп и набрал крейсерскую скорость. Перекол. Да уж сам. На хорошей скорости. Передача Кабару. Кабаров бросает под шайбу. Лег Радулов. Да, Радулов, которого в этой серии всего один был блокированный бросок. Он сейчас второй. Потом уже подбирать и продолжать атаку. А сколько? Бор там, Вольски. Вольски резался в судье. Несильный бросок. Ли! Ли! 2-1! 2-1! Разрыв счет и сокращается. Ли завершает атаку за 5,5 минут до конца третьего периода. Ну вот и первая цена заработала. То, про что мы с тобой говорили. Под конец третьего периода только разыгрывается металлург. Держит шайбу, Дайорка Ярли. Все те же действующие ученицы-исправители. Уморбитки в большинстве. Вышли решать судьбу матча. Может быть судьбу матча. Вольски. Второй момент. Уморбитки было и... После нескольких секунд борьбы и суеты на точке. На зяке. Возворачивается Клим. Но подумает о том, чтобы сделать развязающую передачу. И она проходит. Пас Мазарипова. Шаробин, какой молодец. Вытаскивает свою команду. Пинстром молодеющая шайбу. Но как же так, армиицы пропустили контратаку? Мазякин. Мощный замок. Рикошет и гол! 2-2! Жаркие объятия. После броска Мазякина шайба попадает в ту кучу, которая была на пятаке. Учли ошибки армейцев после предыдущей игры на этом поле. Когда сравнивали... Гол, гол. А по словам у него я самый просматриваю. Да, правда, он затрошен. Как в овертайме. Кто бы стоял на ногах, молодец, кто может без себя парил. Хотя сейчас такое модное симуляции, что футбол и что-то хоккей. И бросает гол! Янко сотворил голубой и перенес в финальную серию в овертайм! Ой, в овертайм, седьмой матч! В любом случае будет праздник для зрителей. Для нас седьмой матч. То, что, опять же, то на протяжении всего матча ты использовали, и из-за ЦСКА, которая произошла. Опять выиграли. Пойду при выходе из зоны на борту. Здорово, очень работают. Сразу же стремительная атака. Юльков исправляется за какие-то свои ошибки в третьем периоде, когда он не совсем удачно сыграл в обороне. Но и прекрасный матч исправляется сегодня.